welcome 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 дорогие друзья добрый вечер добрый день или доброе утро в зависимости от того когда вы это видео смотрите изменение обновлений 11.17 это не тот патч на котором будет играться чемпионат мира чемпионат мира будет играться на патче 11.19 я так понимаю но пока райт и конкретно еще не объявляли но я думаю они бы уже сказали что 11.18 будет патч уже чемпионата мира но этот патч явно туда направлен как и многие другие последние патчи и казалось бы они не должны делать много изменений но обратите внимание как много чемпионов усилена как много чемпионов ослаблена и самое главное система а это предмет 6 предметов немножко поправленная но это немножко может полностью поменять координацию сил сейчас в лиге легенд и по сути те команды которые сейчас имеют большой потенциал на чемпионатах мира наиграв вот эту вот схему им придется сейчас перестраивается но правда не касается юникорн суфлавов потому что они будут играть на патче 11.16 который был на целой лиги корейцев тоже не касается китайцев не касается в общем никого не касается успокойтесь идем дальше ребят окшана которого не будет на чемпионате мира но для нас с вами в лиге легенд его решили риут и чуть-чуть подправить что они решили подправить это усиление его ульты но усиление если ульта отменяется его то будет не 15 секунд от кота 5 секунд отката но подправить вот что они решили урон на его ешки теперь будет чуть меньше на начальных показателях но будет больше скеллиться от силы атаки почему же они его правит ребят дело в том что на просто не его никто не играет и поэтому не могут показать как правильно играть соответственно и вин рейт его не растет он как вот застрял на 45-3 процентах 45 43 процента так вот там и сидит и рай это решает его поднять хотя тот же самый например то лирван очень хорошо за него играет и у него получается но 1р все же они делают нерв ешка ешки я не считаю потому что здесь дополнительно сила атаки стала плюс семь с половиной процентов то что там пять единиц и сколько там единиц отобрали 20 единиц все же но это не так страшно 20 единиц на кто максит ешку в начале игры но наверно кто-то макси и опасная игра вот это вот интересная тема воскрешает он теперь союзников только когда он сам жив вы знаете что воскрешение союзника не происходит мгновенно следовательно если акшан убивает игрока который убил до этого вашего союзника но сам умирает в этот же момент он никого не воскресит как это было в некоторых играх моих акшан жертвовал собой убивал трех там двух трех игроков погибал сам и три игрока все равно воскрешаются теперь такого не будет он должен остаться в живых после убийства иначе это не будет работать но это они решили просто жесткий дисбаланс исправить в игре потому что это и вправду нелогично когда он тупо жертвует собой в конце впрыгивая убивает двух игроков но сам погибает и они воскрешают чтобы такого не было чтобы он не отсиживался на last hit реальным был бойцом и мы теперь кстати я вам напоминаю что три реворка райты запланировали на этот патч вообще было 4 запланировано но один реворк с рингаром пропал потому что баг произошел в игре и райты его даже забанили на пб и чтобы его нельзя было играть будет этот баг исправлять и возможно к патчу 1118 он произойдет но вот амуму возможно появится уже на просто не обратите внимание что с ним сделали но я более подробно делал видео но сейчас короткая версия уменьшает запас здоровья уменьшает прирост его брони но при этом дают ему два раза возможность кастовать его кушку время перезарядки будет чуть дольше чем было раньше но учитывая что ты два раза можешь кастовать кушку за одно заклинание по сути ты получаешь даже бонус также прирост и больше урона будет на этом заклинание чем раньше потому что суммарно два раза ты его опять же кастуешь у тебя раньше было 280 урона теперь считаете 380 урона потому что 190 плюс 190 это 380 плюс 85 от сил умений раньше было от 70 получается больше урона от кушке его w чуточку было увеличено на базовый урон но урон в секунду был уменьшен процентный если раньше был 200 2 процента то теперь будет 16 процент правда забилить power вы нагнать все но эти цифры наверно сможете там 05 здесь 05 остается за каждые 100 били типа который собираете ну и вот единственное на что для про сцены плоховато потому что раньше было две секунды оглушение на всю команду противников теперь будет полторы секунды всегда даже если вы 16 уровень как видите полторы 1 из 75 2 секунды была раскатка ульты теперь будет всегда полторы секунды просто урон будет увеличиваться от максимализирования вашей ультимативной способности но кушка с двумя кастами я уверен кто-нибудь на просто они это попробуют оценят но если получится может быть даже на чемпионате мира мы его увидим и пошли дальше чемпиона для чемпионата мира эко чемпионом которого возвращает снова в лес почему это делают рай это не хотят ломать комбинацию диана ясу диана и реле которые им так понравилось она классная но нужно найти каких-то лесников а то у нас получается всего 4 лесника сейчас играется на просцены как вы знаете тир-1 это диана и вега 0 литер с их можно брать вслепую дальше идут всякие ксинжао джарван и лисины и нет там не лизы нет не веленки нет никаких каинов рексай там где-то с горем пополам еще может появиться и вот рай это решает вот таким то образом усилить кеку и вернуть его в игру урон против монстров будет 200 процентов теперь носить пассивка вместо 150 процентов и велинка уменьшает откаты и и ульты очень серьезный баф и и для про сцены но совершенно никудышный баф и и для салуку потому что ну ладно типа ну путь две минуты откат ульты они две минуты 20 секунд просто почему это критично для и велинки на про сцене есть у человека который уязвим подавили нку допустим атакере либо медлайнер нет ультима нет флэша то ультимативную способность веленка сможет два раза по нему прокастовать считайте сами две минуты плюс две минуты но еще там немножко ходьбы это четыре минуты всего лишь а раньше было у вас 4 минуты и 40 секунд а откат флэша пять минут то есть у тебя банально не было вот этого момента чтобы два раза ворваться в человека и ваншотнуть его под как раз к какой-нибудь ганг топ-лейнера и велинка может работать но на просто не не очень любит и велинку единицы китайцев кстати говоря играет и велинку даже в этом чемпионате они играли но не знаю вытащит ли ее какой-нибудь игрок там из команды фан плюс феникс или игрок из эдвард геймингов увидим уже позднее гангпланк огромное количество гангпланков на простейне и раят и чтобы не было вот этих мучений у ринектона который номинально игнар ринектон кто нас там еще камила номинально считаются и реле кстати когда тоже чемпионами против гангпланка на линии они часто но от него страдают если получает просто этот матч-ап один на один но без присутствия лесника если лесник например в комбинации то есть ринектон плюс не дали а у тебя гангпланк и ксинжао то скорее всего вы будете отдавать эту линию так задуматься вы будете просто сливать гангпланк и ксинжао просто будет гангать только ботлайн потому что вы 2 на 2 проиграть и без шансов поэтому раяты решили чтобы не было гангпланка единичных вот этих сражений преимущественных ослабить его начало игры скорость передвижения которым получается пассивки уменьшена с 30 процентов постоянных до 15 процентов начальных до 30 поднимается к 17 уровню его кушка теперь считается автоатакой дальнего боя а не автоатакой ближнего боя и что это значит это значит что хватка нежити который собирает гангпланк не будет теперь ему восстанавливать так хорошо здоровье как это было раньше помимо этого диван который он собирает будет тоже наносить меньше урона потому что вы считаться дальнобойным чемпионом они ближним бой нам и касаться это будет и других совершенно предметов которые тоже он собирает в общем все что было для дальника теперь будет его касаться все что было ближником больше его не касается если он кастует кушку а пороховая бочка предмет что вы понимали предмет арт этот rapid fire cannon он не может собирать все еще он считается ближнебойным чемпионом но его кушка стала дальнобойный и пороховая бочка что важно увеличит ли ей урон до 125 критов на 125 процентов открыто идет вместо 100 процентов максимальное количество зарядов теперь не три на всех уровнях а от 3 до 5 и откат заклинаний чуть дольше зачем это все делается чтобы гп был реальным тимфайтером но был очень слабым на лейнинг фазе если вы хотите играть гп на топе вы должны крайне аккуратно его пикать ну например время никто на все еще можно его взять но только с преимуществом вашего лесника то есть вы например играете тогда гп плюс тот же самый ксинджао можно взять но он должен тогда быть просто какой-нибудь эвелинки да хотя ивелинка с реаниктоном неплохо сочетаются так что там надо искать еще более слабого лесника какого-нибудь которого взяли оппонента либо оппоненты явно взяли лесника под ганг мидлейнера или под ганг ботлейн и явно не собираются никак помогать ренингтону на линии против гп тогда это будет все прекрасно работать но это про простым салаку я думаю можете даже банить своим союзникам сейчас гп потому что если они его возьмут они будут по старинке думать что он сильный на самом деле количество смертей гп в первых 15 минут увеличится просто на невероятное число потому что очень много всего он потерял и никаких бонусов он не получил в начале игры вообще грейс больше не будет грейс анатопии на медлайне потому что затраты на его кушку увеличили на 40 процентов получается дата не на 30 процентов на 30 процентов 60 маны она стоит теперь 80 это очень много по сути если раньше мог дать по вам 4 кушки ты теперь может дать только три кушки в нем она закончилась зачем это делается ну все очень просто нехали из лицу выходить на соло линии раят и такое не одобряют есть только не сами намеренно это не делают как это было с лисина и реле у него появилось два новых билда после того как она отказалась от тринити форса и дивана и ну первым предметами имеется ввиду и она сейчас собирает ботарк либо собирает гидру не не гидру это горе-дринкер на гидру она про тоже иногда делает горе-дринкер и это все предметы на отхил поэтому рай это считает ну значит тебе не нужен отхил вообще и отбирает лечение на ее кушки с 12 процентов до 8 но и на максимальном уровне с 20 процентов до 16 минус 4 процента отхила у нее отбирают потому что ибо нехер как говорится каин я вот это не понял если они хотят его направить на прост сцену то ему надо было усиливать красную составляющую просто синюю составляющей конец она не будет играть на прост сцене но они решили почему-то синего каина ослабить но ничего не дать в ответ как будто он не является лесником для прост сцены как будто он является лесником только для салуку и в общем если вы играете в синего каина вас дополнительный урон от сумеречного убийцы уменьшен раньше было 12 44 процента магического урона теперь будет 8 30 процентов только магического урона кто не знает синяка и наносит дополнительный урон от нанесенного который вы сделали перевращенный в магический раньше так было до 44 процента теперь только 30 это довольно большой нерв и для салуку я даже не уверен что его можно будет переиграть если честно ли она но это чисто просто ценная ли она один из power пиков на линии саппорта поэтому райты ослабляет ей пятерочку брони и магической защиты если вы играете через w лисандра сила атаки и увеличивают на двоечку и затраты маны и уменьшает на пятерочку зачем это делается она контроль маг который должен вроде как побеждать лб должен вроде как побеждать озера должен вроде как побеждать за да но нихрена не побеждает не поэтому рай ты такие но надо что-то сделать и усиливать лисандру кстати на некоторых чемпионатных матчах она и так работала хорошо теперь будет работать еще лучше и вот это самое на и на главное изменение это реворк люциана а именно силу атаки ему уменьшает на 2 и таким образом ему теперь тяжело размениваться на соло линии на топе на соло линии на медлайне но самое страшное для него то что пассивное умение у него появилась новая бдительность это пассивное умение прокается через его w затраты на w уменьшили но при этом уменьшили фактически урон на его эрки зачем это все делается хотят ослабить его леник фазу но усилить ее если ты играешь с саппортом если ты попадаешь свои даблы по врагу а враг попадает дальше под автоатаки твоего союзника то ты можешь дальше бить врага своим новым пассивным умением прокать как и обычно у тебя пассивки можешь их тоже прокать ну а твоя ульта теперь станет слабее было раньше 20 60 урон теперь будет 1545 и скиллинги здесь стали прежние скиллинги от ability power зачем-то увеличили непонятно зачем и открыто количество выстрелов увеличили на 25 процентов все много критов соберешь что будет у тебя много и выстрелов из твоей эрки но в реальности идея заключается в том чтобы лица награла не в леталите билд на медлайне топ-лайне а играл в криты и со своим саппортом ибо не хрен тоже нами кстати как хороший саппорт для люциана тут же получает баф запас здоровья и увеличивать на 15 единиц и затраты маны на w уменьшает на замакшенной w на 20 единиц это очень большой баф если честно возможно она сейчас стала чуть ли не самым сильным саппортом после этого потому что хп у нее теперь больше чем у большинства орден центр саппортов и немногие даже похвастаться этим хп могут танки прилив и отлив это заклинание которое вы чаще всего максите вторым но можно его максите первым это не будет большой ошибкой с ешкой на перевес и здесь очень дешево теперь получается всего лишь 110 ман вместо 130 довольно прикольный баф сеночка критический урон у него меньше не увеличивают кстати до увеличивают на 10 единиц вероятность выпадения тушь опять увеличивают рай ты все не могут определиться что они хотят сильно хотят видеть ее до керрили хотят видеть ее саппортом не хотят видеть ее на соло линия в общем путаются и скорее всего оба этих бафа что нами что сены это бафы лучших чемпионов под люциана хотя странно что они не забавали браума наверно потому что его на про сцене по-прежнему играют и боятся они что если дадут баф браума то они совсем сломают линию появится супер линия которую невозможно победить это люциан плюс браун но так сена и нами два хороших саппорта для люциана и райт таким образом намекает нам вернуть их в игру на роль саппорта да и люциана на роль от и керри тима это чисто для нас с вами чисто поржать райт решили магический урон на его ешки увеличить на три единицы на всех уровнях и и все просто на три единицы дротики тут написали они от 2 от 2 ну ладно дротики стали сильнее не дротики в смысле автоатаки он же дротиками дерется а вот это похороны вега с одной стороны а с другой стороны я думаю просто чуть-чуть решили уменьшить силу вега на соло линиях еще раз но это заденет конечно же еще его и как чемпиона лесника как лесник он останется прежним а твоя команда сделала килл ты садишься в этого игрока начинаешь убивать но дальность автоатака ему уменьшили следовательно чуть-чуть медленно будет фармить лес потому что ближе надо будет подходить каждому кемпу лечение при подчинении ему уменьшили клинок падшего короля его кушка теперь будет давать больше ему урона от критических собранных предметов но в криты его сейчас вы не собирает он так упал брузер билд делать поэтому он с этого бонуса не получит путь страха это его ешка радиус будет больше становиться и соответственно будет больше пространства для вега для гангов вроде как все хорошо но продолжительность замедления после его эрки уменьшена в на 0,25 секунды на 50 процентов по сути уменьшена ну и там всякие ошибки были исправлены зачем это делается я уже объяснил райт и понимали что если они просто сделают баф ешки то он и на соло линиях будет крутым поэтому они уменьшают ему дальность атаки чтобы это баф ешки как раз нивелировал друг друга но таким образом они не дают ему стоять на соло линии ведь ему тяжело будет теперь размениваться дальность авто атаки очень сильно уменьшена и тяжело будет проходить а подождите вы меня я неправильно прочитал радиус обнаружения они радиус самой ешки здесь радиус обнаружу тогда это очень жесткий нерв я хотел сказать что у него как раз идет баф здесь и баф здесь но один одним бафом никак пользоваться не может потому что у него не открытого банально а это оказывается нерв его будет теперь чаще видеть упс упс тогда у его процент винрейта упадет очень сильно до его будет проще обнаружить тумане это не туман шире туман то останется прежним это просто обнаружение будет выше кстати обнаружение они 450 какой велинки станет у твича 350 кто не знает поэтому твича практически невозможно увидеть как и шака но шака там по-другому работает тоже я думаю вы знаете шая парные кинжалы и и кушка теперь будет быстрее кастоваться зачем это сделали дело в том что ее кушка вроде наносит неплохой урон но у нее анимация слишком много времени занимает и в авто атаку себе отменять пока кастуете эту кушку поэтому в конце игры очень редко игроки кастуют кушку кроме как случае где они делают флешкой у р-е стягину r2 раза есть стягивания кроме вот этого момента больше никто этим не пользуется а теперь это позволяет так как скорость каста заклинание будет 0,1 всего лишь будет позволять им при дополнительной кстати скорость атаки конечно же только это работает позволять им в тимфайтах не слакать а действительно кушку пользоваться и базовый урон на р-ке увеличили на 25 единиц начальне очень много то есть 125 в 200 превратили а вот финальный урон всего лишь на 25 единиц ну это опять же тоже с про сценой связано шая довольно мертвый чемпион сейчас на простыне и и только в комбинации с райканом играют и райты пытаются ее как-то вернуть в игру я вот это вот не понял ребят кого-то видимо за это обидел в солоку и он решил у зеда отобрать 80 процентов прироста урона с ешки до 60 5 но при этом усилить кушку со 100 процентов до 110 откат ульты сделать чуть дольше в конце игры но откат ульты согласен для солоку нормальная тема ту 60 секунд все предметы которые собирает за это они и так идут через кдр и получается что у него в конце игры чуть ли не 35 секунд откаты в ультимативной способности это ненормально тут и соглашусь но зачем переносить урон съешь кида кушки когда кушка является ключевым дэмэджем за это это странно как будто они хотели его за нерфит но в итоге они его забав или хотя вроде как rk откатывается дольше но выглядит как какой-то жесткий баф потому что на линии он вас убьет именно кушкой во время сражения ешка нужно просто для замедления и даже макс это иногда третьим заклинанием бывать такие не за это это по чемпионам все что было а теперь ребят к предметам предметы будьте готовы все предметы которые не используются райт и баф или все которые используются постоянно нерфили сокрушитель богов диван опять нерв по эзу нерв по ирель нерв по гп нерв по еще каким-нибудь там списку чемпионов называйте вега кстати тоже годится минус 5 а д вроде как ерунда но для просто на это было критично для просто на возможно произойдет час изменения силы и люди начнут отказываться от определенных чемпионов переходя на других порталом но имеется ввиду тот же самое с допустим порталом его усиливать плюс 100 здоровье еще ему дают этот третий подряд патч где усиливают порталом который позволяет вам сприт пушить но пока мы не видим его не на просто не не в салуку как идеальный предмет для туплей не до змеиный клык предмет который режет стеночки щиточки режет щиточки врагам потерял свою смертоносность сами райты это объясняет тем что смертоносность ему не особо нужна он довольно дешевый щитки резать это круто и если мы полностью соглашусь я вообще считал это самым дисбалансным предметом когда они оставили смертоносность 18 но добавили усиленная резалку щитов помните там в одном из патч это произошло и я казиксом его брал всегда вторым предметом потому что ну кроме случаев где но вообще нет щитов такое редко происходит поэтому можно было брать всегда вторым предметом чувствую себя идеально потому что 18 смертоносности слишком много 12 теперь ты думаешь нужно резать тебе щиты или один щит можно и потерпеть там один какой-нибудь ус это щит висит ты хрен с ним с этим сетом он все равно его когда за касту через w это все но будет трудом а какая разница сбивать этот щит практически нет никакой необходимости а вот всякие там kenchi плюс всякие еще чемпионы которые куча щитов раскидывают там локи ты еще дополнительные вот от этого бы лучше избавиться ну там жанна допустим у соперника тогда вот надо его брать так что теперь будете думать они безумно просто братьев свет разума опять усиление насколько я понимаю да давайте смотреть 1580 урона линейно увеличивается за уровень теперь будет 15 на всех 15 на уровнях 18 25 80 но 19 это здесь нелинейное увеличение здесь именно не дают смерти разума выйти из-под контроля это идет из-за и реле небо в предмета и не нерв предмета после 9 уровня урон повышается уже линейно как вы видите с 25 до 80 но первые уровни чтобы как мафа вы себе не собирал чтобы и реле себе его не собирал чтобы еще какие-то чемпионы на топе вы себе не делали и не становились дисбалансом для обилить power на чемпионов близняки вы его почти не делали правда я думаю вообще ничего не поменяется потому что 18 уровень это что такое до восьмой минуты игры имеется ввиду до восьмой минуты игры у не будет 15 урона но как-то даже не смешно но было до этого 20 урона на восьмой минуте почти не потеряется ничего и вот это вот самое важное ребят аша кстати даша с варусом еще собирает полностью соглашусь вот это вот самое важное наверное изменение в игре на ребят обратите внимание призрачный клинок йому йому стоит на 100 золота дешевле будет давать меньше сил атаки но будет теперь давать плюс 15 ускорение умений и это ключевое изменение потому что 15 ускорение умения на первых уровнях это очень большая большое вложение получается и по деньгам он даже сейчас получать чуть ли не самый голд эффектив предмет не забывайте что все остальные баб у него остались как были и скорость передвижения может себе увеличить и можешь леталить еще себе получаете он является целым предметом поэтому тоже будет давать летали комбинации с другими леталити предметами призрачный клинок йому возможно из-за этого произошел маленький нерв кайна я вот когда читал про кайна говорил вам что не знаю возможно вот это немножко повлияло возможно он вернет в игру козикса возможно вернет в игру за да и поэтому за эту решили ешку за нерв эти очень попытались его уменьшить и так далее и тому подобное то есть вспоминаете всех леталити предметов все леталити чемпиона которые от этого предмета крайне зависели пока его не за нерв и был же нерв этого предмета кто не помнит теперь это не нерв а скорее баф то что 5 силы атаки потерял это ерунда тут 18 18 до здесь по моему леталити просто в одном предмете помню двадцатка была не помню в каком но здесь вроде 18 ну и последнее это ровное искусное лавирование на райты усиливают но только по чемпионам обратите внимание 3-60 раньше наносилась восстанавливался извините здоровье теперь будет 100-10-100 вроде круто ого дату но только по чемпионам по миньонам будет только 20 процентов либо 10 процентов на миньонах вы лечиться не сможете поэтому кейтлин получит баф ну и возможно за и получит баф ну и возможно джинкс но джинкс за не очень любит их покупать братья эти руны кейтлин молодец да и китлин тоже не знаю и помочь играется в летал темпа чаще все ребят вот такой вот патч у нас получился что вы думаете поэтому патчу пишите свои комментарии сильно ли поменяется мета по моему мнению если за да на про сцену это не вас не возвращает то его уже ничего не вернет на про сцену соответственно только для сулоку с остальными изменениями ну я вижу на рф века очень хороший стир с чемпиона его опускают чуть не ниже хотя он все равно будет играться мне нравится изменение люциана в общем-то все остальное наверно так и должно было быть потому что ну слишком ли она танковая уж слишком и реле дисбаланс на уж слишком грейс непонятные и гп с эвелинкой это все просто так посмотреть а получится ли она и акшан его все но никто не играет а те кто играют все но не выиграть и вряд ли начнут вот и все ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропускать и уже завтра наверно будет новые виви новости потому что райты объявит что-то про векс про нового чемпиона теней и уже завтра райты должны будет объявить а что же там по чемпионату мира а слухи ли это либо на самом деле его переносят в европу всем пока а а а Продолжение следует...